В 30-х годах XX века была проведена грандиозная реконструкция Москвы, о ее достоинствах и недостатках у экспертов существует противоположное мнение. И вот сегодня, с помощью хроники, которая хранится в Российском государственном архиве кинофото документов и специалистов по истории архитектуры, мы попытаемся составить свое собственное мнение. Эксперт Андрей Рейнер, архитектор, специалист по истории градостроительства и дизайна жилища. Ведущий Виктор Баталин, начальник отдела научно-справочного аппарата Российского государственного архива кинофото документов. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Я хочу вам показать сейчас хронику, которую снимали в период реконструкции Москвы в 30-х годах. Это 34-37 годы. Эти кадры не используются ни в одном фильме. И, наверное, они тем и интересны, что их никто фактически не видел. И прошу вас помочь мне расшифровать те события, которые происходят в кадре. Попробуем. Спасибо. Поехали. Вообще потрясает тотальность, масштаб. Это вот та часть охотного ряда, что к держинке идет, к луганке наверх подъем. Вот это вот похоже, вот здесь вот идет с носки тайгородской стены. Вот видите, вот башня только одна остается. Вот все вычистили, да? Один из участков. Да. Потрясает. Масштаб. Чтобы люди... Вот все, снос, переделка путей. Проводление строительства метро. Где же метро вот ведется? Это красный уех. Люди ходят на работу через стройку, причем не один-два, а это тотально. Чего тут огородишь? Это полгорода надо огораживать, да? Люди жили в обстановке стройки. А здесь особенно хорошо видно среди. Да, вообще холмы кирпичные. И дорожка. Да, фантастика, то есть, так сказать, сюрреализм в жизни. История грандиозного плана реконструкции Москвы 35-го года началась еще в 20-х годах, когда был создан проект «Большая Москва», согласно которому город должен расти не ввысь, а вширь. Передвигаться по нему предполагалось на автомобиле. Однако в 1935 году пленум Центрального комитета партии большевиков принял другой план. Москва должна стать многоэтажной, с широкими проспектами и расходящимися от центра лучами улицами коммунистического города-звезды. Это охотный ряд, похоже. Да, охотный ряд, колонный зал. Колонный зал, да. Вот смотрите, сегодня это Госдума. А первоначально, по первоначальному замыслу, это был Дом Совета Труда и Обороны, так называемый. И колонный зал Дома Союза, который мы здесь видим, да, он так до сих пор остается, он относился к нему как к зал заседания. И вот слева, вот здесь мы видим маленький кусочек, да, это устроящаяся гостиница «Москва» в первую очередь. Во-первых, это первая гостиница, построенная при советской власти. Вот. Второе, конечно, и проект, он носит в себе черты переходного периода от конструктивизма к сталинскому ампиру. Гостиница «Москва» строилась с 1933 по 1936 год. Первоначально проект был выполнен молодыми архитекторами Леонидом Савельевым и Освальдом Стопраном. Когда началось возведение комплекса, стиль конструктивизма авторов был признан неуместным для исторического облика района. Исправлять ошибки был призван академик Алексей Щусев, который впоследствии стал считаться единственным автором гостиницы «Москва». Вот, кстати, вот ограждение, да, это вот уже те украшения, которые добавил Щусев, то сказать, после переделки проекта, и на основании переделанного проекта гостиница была украшена скульптурами, живописью, панно-мозаиками. Она стала очень-очень такой серьезной, помпезной, да, сражением. Так вот, секретный этаж там прятался. Дело в том, что в первую очередь в гостинице «Москва» останавливались все чиновники советские, военные и промышленные высшего ранга, которые вызывались в Кремль, в командировку краткосрочную на свете священника. Там этаж был наверху прослушивания. И практически система прослушки, она переходила из ГПУ в НКВД в КГБ и до начала перестройки действовала. Прослушались все номера. И поэтому, когда чиновник или военный отправлялся на прием в Кремль, про него уже все знали. Гостиница «Москва» возводилась на месте мясных и рыбных торговых лавок. Напротив стояла церковь Пороскевы Пятницы. Вот что представляла собой южная сторона охотного ряда до реконструкции. Лавки снесли в конце 20-х годов, а церковь – в 1930-м. И вот как стала выглядеть эта часть улицы на завершающем этапе строительства гостиничного комплекса. Вот она, гостиница «Москва» строится, да? В первую очередь в 1935 году открылась. Я не сразу узнал. Ну да. Интересный факт. Гостиница «Москва» возводилась в тесном окружении тогда еще действующего знаменитого гранд-отеля. И не менее знаменитая гостиница «Лоскутная». В последней останавливались Достоевский, Толстой, Чехов и Есенин. На этапе строительства гостиницы «Москва» «Лоскутная» была частично разобрана и задекорирована фальшфасадом, что хорошо видно на кадрах хроники. Окончательно снесена в 1938 году. Вот здесь мы видим, да, как раз, как разбирают гостиницу, вот сплошной завал. То есть это «Лоскутная», это «Москва» строящаяся. Да, да, да. Вот эта вот, вот эта часть от гостиницы «Гранд-отель» мы видим, которая впоследствии была снесена. И она была между, в первую очередь, гостиницей «Москва» и зданием «Гима», вот «Гранд-отель». Что характерно, значит, когда проектировали гостиницу «Москву», масштабность, модульность этажей членения фасадного «Гранд-отеля» была учтена при проекте гостиницы «Москва». И пока они стояли вместе рядом, они смотрелись, в общем-то, не сильно диссонируя, да. А скажите, пожалуйста, как вообще ломали это или взрывали эти старые дома? Это ведь не простая операция в условиях работающего города. В основном, конечно, ломали ручными методами. Либо при помощи отборных молотков или ручных инструментов, кирки, лопаты, лом, топор. Если возможность позволяла, то применяли технику трактора. Мало было техники. Ну вот, вот она, видите, вот она, ручная работа. Да, здесь хорошо видно. Да, поэтапно. Ломами. Да, разборка домов поэтапная. Лом, лопата, все. Вот он, манеж, раскрылся, смотрим. Вот, практически манеж сегодняшнего дня. А он там был закрыт, да, вот мы что могли увидеть? Ничего. Угол, все, да, вот тут все шла за штука. Раскрылся Александровский сад, Кремлевская стена. Скажите, пожалуйста, что обязательно взрывали, разбирали дома? А если хороший дом, неужели их тоже ломали, эти дома? Ну, вот такой дом, например, вот если бы нужно было что-то на этом месте сделать. Ну, насколько я понимаю, вообще это дом с секретом. Почему? Я никому секрет не вижу. Судьбе. Это дом на улице Осипенко, бывшей, а теперь это Садовническая. Не помню номер, по-моему, 77-й. Его передвигали. Жилой дом номер 77 на улице Осипенко, ныне Садовнической, был построен в 1929 году. В 1937 году, в связи с реконструкцией Краснохомского моста через Москву-реку, было решено половину дома длиной 88 метров и весом 8500 тонн распилить и передвинуть под углом 19 градусов на новый фундамент. Операция предстояла сверхсложная, поскольку домов с таким весом у нас в стране еще никто не передвигал. Он вообще интересен, чем... Он Г-образный в плане, как буква Г. Вот длинную сторону, длиной около 90 метров... То есть мы видим как раз вот эту длинную сторону. Да. Ее отрезали от палочки, где разобрали. Вот я смотрю, даже видите, вот они... Следы примыкания междуэтажных перекрытий. Он уже вот... Оторвали его. И вот здесь, видите, швеллер. Да. Укрепили, укрепили вертикальную часть стены. На всякий случай. Да, сделали стяжку. Видимо, внутри такая же прошла. Рельсы. Видите, укладывались рельсы. То есть какая технология была. Сначала как? Делали отверстия, заводили рельсы. Под них делали укрепленный фундамент под все рельсы. Какую-то раму делали. У здания, у фундаментной части делали обвязку из двутавра. Проваривали его. Делали еще провязку такую. Получалась такая как бы решетка, что ли, горизонтальная. И эта решетка потом под нее подводились тележки. Они уже катились на балках специальных. Интересный факт. Здание стояло на заболоченном грунте в бывшей пойме реки. Начальник участка, которому поручили работу, написал докладную записку в Моссовет, в которой назвал передвижку в таких условиях авантюрой. Но начальник Треста по передвижке домов Эммануил Гендель стоял на своем. Остальные специалисты его поддержали. И начальнику участка пришлось уволиться. Стоп. Видите, шланги тянутся. Дело в том, что часть домов в Москве, в том числе и этот, передвигалась без выселения. То есть его подключили гибкими коммуникациями к канализации, к удоснабжению, к электроническому, к телефону. Подробно. Да, мало того, жильцы очень сильно беспокоились. Они боялись, мы переедем к друзьям. Вот. Им сказали, да, все будет нормально, мы вам все скажем. Их специально обманули. И в первую ночь, когда дом перемещали, а переместили его там за сто с чем-то часов всего лишь, подготовка долгий процесс носила, само перемещение быстрый. Они наутро проснулись, они же в другом положении. И известна история, что девочка, которая складывала пирамидку из кубиков вечером, наутро у нее эта пирамидка так сохранилась, она не упала. То есть никто ничего не почувствовал. Кульминационную часть операции по передвижке дома номер 77 было решено начать глубокой ночью, когда по замыслу инженеров жильцы должны были уже крепко спать. И вот 4 марта 1939 года, ровно в 2 часа 3 минуты, 20-тонная лебедка плавно потолкнула дом и покатила его на новое место. Операция была завершена за 3 дня. Дом переместился на 49 метров 86 сантиметров. Ну вот, система управления домкратами. Для того, чтобы начать двигать тяжелую махину, нужно было придать некое стартовое ускорение. Вот с нуля... Стронуть. Стронуть, да. Для этого применялись домкраты. А дальше здания вытягивались уже лебедками. То есть, уже получив начальное движение, они потихонечку-потихонечку... То есть, все это электрические лебедки, домкраты... Разного типа, потому что это все были экспериментальные технологии. То есть, не паровозы на это толкали и тянули, нет. А вот видно, потихоньку-потихоньку движется. Да. Не очень заметно. Да. И освободившиеся волок перекладывали на другую сторону, и на него уже накатывалась следующая часть. Он уже так был. Из последнего он становился первым. Вот хорошо видно то расстояние, на которое оттянули дом. И его подразвернули еще. И убрали. Да, да. А вот эти три человека мне не знакомы. Это, может быть, архитекторы кто-то? Это вообще редкий кадр, потому что... Я такого не видел еще. Это Иофан, Гельфрейх и Щуко. Это авторы проекта Дворца Советов. Эти кадры кинолетописи являются единственными в своем роде. На них три известных советских архитектора запечатлены вместе. По сути, автором проекта Дворца Советов можно считать только Бориса Иофана. Владимир Щуко и Владимир Гельфрейх были всего лишь привлечены помогать Иофану в окончательном планировании. То есть их задача состояла только в том, чтобы дорабатывать детали, не учтенные в основе проекта, который был полностью закончен в 1939 году. Причем они сняты на фоне интерьера главного зала Дворца Советов. Вот посмотрите, какие своды. Вот вам для представления. По проекту высота этого центрального зала должна была быть 100 метров. Если, опять же, с чем сравнить, Олимпийский стадион рядом с проспектом Мира, там высота главного зала 20 метров. А пролет в таком случае? Диаметр 160. Вот посмотрите, да, вот мы видим на заднем плане фрагмент проекта как раз. Он был утвержден в том виде, начал строиться, что это был как бы объединенный, с одной стороны, это объект-постамент для многометровой фигуры Ленина. И сам Иофан очень долго спротивлялся, он не хотел Ленина, и ему было обидно быть архитектором постамента. Вот. И его коллеги уговорили, что только так и надо делать, и это было принято. Уже утверждено Сталину. Сталин утвердил проект. И сама колоссальность этого объекта, масштабность, величие. Дело в том, что по проекту высота здания была 415 метров. И высота фигуры Ленина, она колебалась, никогда не была построена, но скульптор Меркуров, который был приглашен к проектированию и изготовлению фигуры Ленина, построил ее в несколько моделей. Самая крупная-то была 10-метровая. Они каждый раз видоизменялись. Но окончательно предполагалось, что от 50 до 75 метров будет высота Ильича. Вот такой открывался бы сегодня вид на Дворец Советов со стороны Большого Москворецкого моста. Однако этот грандиозный проект так и не был реализован. Монтаж каркаса начался в 1940 году, а в 1941 он достиг высоты в 7 этажей. Во время войны стальные элементы конструкции пошли на нужды обороны, и построенная часть каркаса была полностью демонтирована. Но многие другие проекты реконструкции Москвы все-таки удалось реализовать. Ну вот смотрите-ка, да, это вот уже Москва, скажем так, более современная. Это вот нарком Зьем, архитектор Щусев, на Садовом кольце, там где Лермонтовская, а не Красные ворота. Это как раз та самая часть Садово-Спасской улицы, которая в период реконструкции Москвы была полностью очищена для возведения здесь зданий нарком Зьема. Главный архитектор проекта академик Алексей Щусев. Само здание выстроено в стиле позднего конструктивизма. Это был смелый эксперимент по применению новых технологий в строительстве и реализации авангардного дизайна. Возведение здания длилось с 1928 по 1933 год. Вот стиль конструктивизм предполагал каркасную систему здания. Вот мы видим сплошное остекление, да? Это значит, что стена верхнего этажа не опирается на стену нижнего. Это значит, что она имеет внутри систему стоечно-балочную, на колонне все опирается. То есть это уже не кирпичный? Это признак современного архитектурного проектирования, современного того времени, да и по нынешнему, опора внутреннего пространства на колонны. Легкие стены, как следствие, нуждаются только в том, чтобы от климата защитить. То есть новые материалы, новая архитектура. Облегчение здания, понимаете? Это и получился семантически новый язык. Новый язык. И при стоечной системе, почему возникают округлые в плане элементы? А потому что уже все равно. Красивый дом. Да, но здесь даже дело не в этом, да? О доме мы уже немножко поговорили. А вот посмотрим прилегающую территорию, как она выглядит. Она тоже вычищена. Асфальт, благоустройство, да? Вот это все признаки новой Москвы. Вот мы видим с вами Арбатская площадь, не в том привычном понимании, которую мы сейчас привыкли видеть, что заканчивается Арбат, есть туннель, вот метро Арбатская, и там начинается Калининский проспект, Новый Арбат. А вот этой здания уже нет. Вот, конечно. И здесь как раз Новый Арбат. На месте его Муссельпром. Муссельпром, мы уверены, да, Маяковский, который его воспел. Не просто воспел, а он вместе с Родченко занимались украшением его фасадов, здания Муссельпрома. Вот мы видим Садовое кольцо в районе Сухаревки, да, и начало Первой Мещанской или проспекта Мира. То есть это уже после того, как снесли Сухаревку башню. Сухаревку башню, да. Доска почета Москвы. Монументальное здание. Очень. А это сооружение, наверное. Сухаревку башню, к сожалению, уже нет. Одно из самых высоких зданий Москвы было. Странно приемный дом князя Голицына, а теперь это часть большого комплекса больницы Склифасовского. Вот так выглядела Сухаревская площадь до реконструкции 30-х годов. Первым исчез с этого места рынок. Он был организован здесь в 1812 году и проработал до 1924. А в 1934 снесли знаменитую Сухареву башню, сооруженную по распоряжению Петра Первого. Зато на месте башни установили вот эту доску почета колхозов Московской области, которая простояла на площади всего два года. Ну вот она, доска. Давайте прочитаем, что здесь написано. Доска почета. Колхозов Московской области. Дело в том, что эта доска почета, это некий предвестник. Это еще был период, когда в СХВ, сельскохозяйственная выставка, находилась в парке Горького и уже под нее заготовили площадку и начали строить. В 1939 году выстроили ВДНХ в первом своем виде. И доска почета туда переехала. А это такая, как бы, первая ласточка, что ли, заявка. И обратите внимание, где она находится перед началом проспекта мира, который привел ВДНХ. Вообще, какая была необходимость подобного плана, масштабного плана? Ведь фактически, насколько мне известно, это пол Москвы переделали. Вспомним, что до революции Москва была, как все говорят, большая деревня. В основном это одно-двухэтажная застройка, немножко повыше, ближе к центру. Усадьбы, народ типа. Усадьбы, дома крестьянского типа, полно всяких помоек, свалок, неосвоенных территорий, прогалов, пробелов, узкие дороги. Хаотичная застройка, даже охотный ряд, он шанхайский такой вот вариант застройки имел. А тут революция. Обмена частной собственности на землю. Обмена частной собственности на здание. Значит, твори, что хочешь. Все почувствовали себя домиургом. Перенос столицы. Все говорило за то, что, так сказать, население росло. И в 17-м году было 2 миллиона, то в 30-м 4 уже. То есть в новой стране новая столица. Грубо, да. Так еще и со всеми признаками социалистического города. Ну, вот, конечно, вот она. Благоустроенная новая столица. Чисто, просторно. Вообще, очень тотальный объем работ был в 30-е годы совершен. Практически, вот, воспоминание тех современников в 30-м году, приезжая в Москву, ее узнать нельзя, это действительно лицо города нынешней Москвы практически продержалось до конца 20-го века, созданное тогда. И даже те добавки, которые дает сегодняшний день, они не изменили, скажем так, пространственно-средового ощущения Москвы. Ну, мы должны, наверное, сказать спасибо тем операторам, которые все это запечатлели для истории, для нас. И мы это можем теперь увидеть в Москву тех лет, и как это делать. Кадры потрясающие. Большое вам спасибо, Виктор Николаевич, что удалось посмотреть величайшие кадры, и мне как специалисту... Я очень рад. Да, что-то помогло понять и увидеть, о чем я имел только, так сказать, там, описание какое-то или, ну, фотографический ряд. Ну, а вам огромное спасибо, потому что благодаря вам вы расшифровали ряд архитектурных объектов, рассказали о технологиях, потому что мне не всегда было понятно, что происходит в кадре. Так что огромное вам спасибо, Андрей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok